Что такое борьба за жизнь, мне известно. Семье 11-месячного Вани Фокина, чудом спасенного во время обрушения жилого дома в Магнитогорске, выделили новую квартиру. Об этом в интервью и известием сообщила мама мальчика Ольга, которая сейчас находится вместе с сыном в ней в неотложной детской хирургии и травматологии в Москве. По ее словам, пока врачи стараются не делать долгосрочных прогнозов относительно сроков окончательного выздоровления Вани. Не говорят медики и о возможных последствиях травм, полученных ребенком утром 31 декабря 2018 года. Мальчик 36 часов провел под завалами на морозе, оказавшись одним из шести человек, которым удалось остаться в живых. Малыша с травмой головы и сильным обморожением ножки экстренно доставили в столицу. По словам Ольги Фокиной, сейчас жизни ее сыну уже ничего не угрожает. Более суток ваш сын находился под завалами обрушенного подъезда. Что вы испытали, когда спасатели нашли Ваню? Все это время мы были в поисковом штабе. Очень хорошо помню, как нам позвонил дежурный. Он сказал, что нашли живого ребенка в той стороне дома, куда указал мой муж Евгений. Спасатели все это время искали там Ваню. Правда, сначала нам сказали, что нашли девочку. Но как только сыночка привезли и сняли с него одежду, сразу стало ясно, это наш ребенок. Наш Ваня. Как он сейчас себя чувствует? Ванечка в последнее время стал капризнее, чем раньше. Может быть, потому что вокруг него постоянно много людей, незнакомая ему обстановка. Пока он в реанимации, мне разрешают находиться с ним только днем. Ночую я в одной из московских гостиниц. Когда Ваню переведут в палату, я еще не знаю. Фото, Ольга Фокина, из личного архива, сын сразу вас узнал. Нет, потому что врачи давали ему сильные препараты. Узнал только через какое-то время. Я же сама по профессии фельдшер 10 лет работаю в скорой помощи. И о том, что такое борьба за жизнь, мне известно. Обеспеченное газом жулье, кто наживается на трагедии в Магнитогорский взрыв, унесший жизни 39 человек, стал для предпринимателей золотой и жилой. Какие процедуры назначены Ване? Разные, всех даже не перечислю. Ему дают все необходимые лекарства, а кроме того, делают массаж. Медики говорили вам о возможных последствиях, полученных в результате трагедии травм. Лечащие врачи по этому поводу прогнозов пока не дают исследования продолжаются. О выписке, естественно, тоже речь идти еще не может. У нас с сыном очень хорошая доктора Валерия Митеж. Сам Леонид Рошаль заходит навестить, проверяет. Вообще врачей здесь очень много, педиатры, реаниматологи, реабилитологи. Всем им огромное спасибо. У вас в Магнитогорске с мужем остался старший сын Дима. Как вы объясняли ему, что произошло? Диме всего три с половиной года, поэтому во все подробности мы его посвящать, конечно, не стали. Но он волнуется, спрашивает, где мама, когда вернется? У нас ведь и любимый кот Боня пропал перед Новым годом. Ищем, не теряем надежды вернуть своего любимца. Нам сказали, что у вас недавно был день рождения. Отметить, видимо, не получилось. День рождения у меня 6 января. Мы с Ванечкой уже были в Москве, так что этот день я провела в больнице. В среду стало известно, что ваш дом на проспекте Карла Маркса подлежит расселению. Вам уже сообщили об этом? Да, скоро мы должны получить новую квартиру. Мой муж в Магнитогорске как раз сейчас занимается оформлением всех требуемых документов. Продолжение следует...